Доброе утро! На календаре четверг, 19 ноября, в студии Татьяна Самсонова. В целом же на оказание поддержки малому и среднему бизнесу в бюджете Чувашии на период с 21-го по 23-й годы предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. В Чувашии может быть налажено массовое производство дезинфекционных кабин. Чебоксарский завод автокомпонентов представил образцы этой новой продукции. Снимаемся и становимся на коврик. Он дезинфекционный. В принципе мы уже дезинфицируем обувь. Далее мы подносим руки и соответственно их обрабатываем антисептиком. После этого мы подносим можно голову, но лучше руку. Вот пропищало, 36,2 показывает. Соответственно я могу пройти в следующее отделение. Во втором отсеке полная дезинфекция одежды человека и открытых поверхностей его тела. Там же можно сменить медицинскую маску. Как уверяет разработчик, применение подобных технологий позволяет уничтожить свыше 90% микробов. Идея создания дезинфекционных кабин появилась в апреле этого года, а уже в июне испытали опытный образец. Сейчас разработаны несколько модификаций, есть даже кабины с распознаванием лиц. Чтобы протестировать дезинфекционную кабину и оценить эффективность ее работы, одну из моделей предложили установить в здании Чебоксарской администрации. Все новостройки Чувашии будут оснащаться окнами с запорными механизмами. Об этом сообщил министр строительства республики Александр Героев. Эта мера призвана уменьшить риск возникновения ситуации, когда дети выпадают из окон. Напомню, с начала этого года в Чувашии из-за падения с высоты погибло шестеро детей. 23 ребенка получили травмы. Грантовую поддержку от Ростуризма получат два проекта из Чебоксар. Свои заявки на конкурс подавали представители туристического бизнеса со всей страны. Из более чем 4000 проектов победителями стали 474. На их софинансирование Ростуризм выделил более миллиарда рублей. В числе победителей от Чувашии автор проекта «Городские легенды» Анна Казанцева и одна из туристических компаний республики. Предприятия Чувашии участвуют в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который организовал Минсельхоз страны. Поддержать любимых производителей можно на сайте RussianTaste.ru. Сегодня там стартует онлайн-голосование. Один человек может отдать свой голос сразу за несколько брендов. В конкурсе заявлено более 500 региональных брендов со всей страны. Четыре из них представляют нашу республику. Это цивильский пряник, чувашский шартан, чувашский мед и козье молоко из Чувашии. Товары победителей попадут в комплексную программу поддержки Минсельхоза при участии Ростельхозбанка, а также станут представителями узнаваемого бренда «Свое родное». Сегодня Международный мужской день. Этот праздник отмечают более чем в 60 странах мира. В нашей стране он не прижился, но все же поздравьте сегодня мужчин. Ну а я желаю всем удачного четверга и до встречи в эфире.